Привет! Здравствуйте! Клоу! Привет! Привет! Леший салют! Нормально слышно? Все окей? Ай! Hello! Бабищным спортом занимается. Или этих... Я в косминале, да? О, вот тут нашел вопросы. Буду отвечать на ваши вопросы, выходить с вами прямой эфир и все такое эфир не вечером да музыка громче константин здравствуйте вас скоро ждать а я буду отвечать на ваши вопросы оттуда может чуть-чуть потише чуть-чуть там бабе что творить страшно качок так сколько песен будет в альбоме не знаю правда не знаю потому что сейчас появляются какие-то песни которые отлично записываются мы что-то заменяем что-то оставляем что-то добавляем что-то делаем вот и когда все будет готово настолько что вот я прям уверен вот она вот так оно должно быть тогда все будет готовится к туру добавить готовится к туру бабич спрашивает вы со спирушой снова вместе нет она сердечки отправляет спируши когда ждет новую версию т-50 на лайве на лайве которого мы готовимся как там будет я надеюсь не знаю когда закончимся я вот не хочу знать еще понял обычно принято говорить типа вот это вот будет тогда-то тогда-то сколько уже готовых песен чё-то наверно около десяти чё такой загадочный сам не свой да мне скучно даже с ума схожу я маркус я рэпер спензе ждем тебя салют давайте посмотрю чего там на вопросы какие вопросы вы поздавали когда уже онлайн-концерт ответить только подготовим программу сразу сделаем онлайн-концерт и я думаю что мы частично эту программу оставим и для концертов обычно дальше как как листать здесь вопрос на какой возраст себя ощущаешь вообще себя не ассоциирую с возрастом время такая штука знаменитая не самая надежная материя блин тут нельзя листать просто давай просыпаться в москву хочется нет пока не хочется привет из магнитогорска привет магнитогорск давайте может прямые эфиры с вами пофигачу есть кому кайф прямой эфир дермафак отметили узким кругом аккуратно тихонько посидели чувствую себя как хочу спать и проснуться за закончится карантин новороссийск салют как там у вас прокалывал мочку ухом да вот тут вот тут в детстве было дело хай 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 привет сейчас посмотрим кто там у нас дает заявки а привет анаба салют здорово да нормально у тебя как да тоже что карантинешься да ну да только в магазин ходил там за продуктами за всем этим понятно даже ситуация а где ты откуда да я это с украины с харькова а с харькова круто и что как у нас обстановка там нормально потихонечку так ну типа все дома заперты или так свободно я просто не знаю у вас там типа обязательно карантин или рекомендованный ну да у нас транспорт как бы там не ходит особо и метро закрыто все это а что как настроение у людей да нормально правда их мало конечно на улице но ну вообще в целом ты же общаешься да да а вот эти цифровые пропуска там все такое ничего не варят ну слава богу все здоровы да все потихонечку ну давай я пойду в дела давай давай вот вот такой вот быстрый диалог харькова телеговский ну да кстати кто не в курсе у нас есть чат в телеграме в котором мы там все общаемся есть канал в телеграме плс и к нему чат прикручен потому что человек 600-700 по-моему привет привет я бы хотел вам что интересное рассказать а ничего интересно вообще не происходит кроме кроме того что мы делаем узлом у меня приятный голос спасибо большое здравствуйте 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 снова здравствуйте всем здравствуйте уже больше 100 человек общаются все те же выкачать да появлюсь забегу я просто в контакте очень резко редко пользуюсь захожу привет из израиль заложников кусты со студии так кого бы здесь еще подключить илья с брата мы с тобой так регулярно общаемся пытаюсь кого-то подсоединить никто не подсоединяется что вдохновляет сейчас сейчас как всегда все что происходит жизнь что на щеке прыщик был расцарапал родной про прояви свет на ситуацию ты ведь в курсе какую ситуацию про онлайн концерт я уже рассказал что он будет когда мы закончим готовить его кофе люблю с молочком да чего бы ты хотел больше всего мира во всем мире чем занят на изоляции все тем же делаем узлом краснодар пустой слушать я на самом деле краснодар вот с апреля не вижу дальше квартала вот своего по сути красить тепло самоизоляция протекает нормально самоизолировано у нас такая тема в городе что с 10 утра до 4 вечера у нас типа как это окно в которое можно ездить куда-то пешком все еще вроде нельзя ходить без там разрешение а на машинах с 10 до 4 можно передать и перемещаться устал сидеть дома дал стал причем на улице уже тепло на море сгонял куда-нибудь на природу с кайфом но нельзя город закрыт и какао люблю что с худи черный флаг сняли с продажи по моему они закончили сейчас что думаешь про электронный пропускай я не знаю что думать про электронные пропуска типа знаете тут в чем что меня смущает после этой карантиновой истории да то есть с одной стороны есть вопрос безопасности вопросы дисциплины до вопросы социальной ответственности да а а есть еще вопросы свободы свободы нашей там личной каждого и очень опасно под соусом безопасности эту самую свободу потерять каких-то моментах и вот эти электронные пропуска которые собираются водить на территории там всей страны практически вот и эти электронные пропуска которые собираются водить я по крайней мере нашел информации которые гарантировали бы их отмену когда закончится фронтин если есть такая инфа скиньте мне пожалуйста вот ну то есть странно такое предполагать да что это останется и потом но ничего невозможно исключать ну то есть типа мы не думали что так все выглядит полгода назад мы не думали закрыты по своим домам сидеть и это вот все да теперь еще эти электронные пропуска я не совсем понимаю что происходит черт умный парень знаю что происходит на тебе опасно говорить об этом я понимаю о чем ты говоришь но и вот я совершенно серьезно не понимаю что происходит до конца ну то есть можно построить кучу конспирологических теорий данного и действия которые предпринимаются властями ну вот по изоляции так далее они вроде бы кажется логичными вот насколько далеко они зайдут непонятно доброе утро доброе утро доброе утро как думаешь летом отменят фестиваль в крыму я не знаю никто ничего не знает я спрашивал там больших дядек в москве знакомых типа что происходит когда ожидается что никто ничего не знает потому что эта ситуация не зависит не от правительства не от кого-либо зависит от вируса но в любом случае к этому вопросу нужно подходить ответственно то есть вы знаете если бы у нас население оказалось достаточно ответственным да возможно и не было бы необходимости в этих пропусках вот но все помним эту историю с весенними шашлыками в москве и все остальное вот игорь пишет что в венгрии все фестивали в этом году отменяют вполне логично думаю ли это вообще будет очень странная что думаешь о поголовном вакцинирование я не знаю что думать по этим вопросам серьезно я не хочу быть голословным да и там бить себя пяткой в грудь и кричать типа там это все там заговоров с целью там чего-то там или наоборот утверждает что нет ребята всем надо это сделать потому что ну слишком мало информации правда меня лично не напрягает картин меня напрягает отсутствие денег это логично это сейчас всех напрягает меня тоже дабы ты хотел отправиться когда снимут карантин за город трек последний день написан связи с очередным концом света тогда и личные размышления просто на тему трек последний день написан после того как какой-то там известный американский священник это было году 2011-2012 очень уверенно утверждал что все вот конец света наступит там чуть ли не завтра и я просто спрогнозировал ну кто представил такую ситуацию что будет если конец света наступит завтра и как бы я провел день заметил что практически никогда не бываешь один даже на карантине если такая потребность лето сколько времени можешь провести в одиночестве я бы засек сколько времени я могу провести в одиночестве давно такого не было очень давно но хотелось бы самое страшное было когда снимут карантин и ошелелые люди выйдут на свободы и что и как дальше не знают радует что ты не принадлежишь культу у меня есть с тобой фото какому культу как думаешь до конца месяца правительство выплатит что-либо народу или нет я не знаю я не знаю откуда мне знать я не правительство но я считаю что правительство должно обязана помочь населению в этой ситуации потому что мы платим налоги мы платим кучу налогов на самом деле да и куда эти налоги идут покажите вот сейчас та самая ситуация тот самый кризис до в которой правительство должно нам помочь но пока этим особо не пахнет что читаешь сейчас последний ничего не читал смотрю интересные видосы на ю тубе скидывая их со телеграм-канал соскучился по парку по какому парку когда релиз сгорают релиз сгораю я думаю ближайшие дни как вы сейчас подсветут так и выпустим какая была твоя первая песня моя первая песня была называется другу она есть в контакте до сих пор послушать надеюсь ты не пропустил вопрос про бандурчука пропустил не видел повтори пожалуйста бабич тебе привет карантин нарушали смотря что считается нарушением я реально не отхожу от дома дальше квартала мне кажется вот у нас есть ограниченный круг людей которые здесь бывают и принципе не бывают только здесь музыканты в основном ребята из компании то есть они либо дома либо здесь пусть у нас очень тесная компания да по сути там одни и те же люди в парк галицкого до скафинга залетел как найти твой телеграм-канал точно так же как здесь аймплс заказывайте пиццу мама маргарита почему какой последний фильм посмотрел последний фильм посмотрел платформа интересный фильм интересный фильм я не очень люблю такие прямо линейные метафоры вот но это очень классная метафора на наше существование в этом мире скажем так новый альбом скриптонита нет не слушал еще один как пришла идея написать трек препараты это очень странный вопрос потому что если послушать этот трек там все понятно абсолютно за карантин список понравишься фильмов не по полностью да не так много фильм посмотрел на карантине сейчас на правда что ты будешь сниматься в фильме бандерчука откуда такая информация можете что не знаю я бы недавно сейчас делаем трек один я его показал саша сеттл и он говорит блин это идеальный саундтрек новому фильму бандерчука про пандемию много кушаешь на карантине нет серега привет когда прокраска прокрас трек будет между сгораю который модель поведения скоро на дня какое любимое место в крае где любишь бывать я очень люблю горы люблю сочи вот туда все что выше в горах люблю бугаску косу в анапе вообще очень люблю края на столько прекрасных мест и есть круто приезжать но ненадолго твое мнение насчет джигана если связь с адринохромом ого слушай насчет джигана блин я не представляю чего чувак переживает да то есть я же не знаю причин почему там как вот но я считаю что сейчас очень важных очень важно проявить сочувствие к нему да ну сострадание какое-то я имею ввиду чувак сложной жизненной ситуации что к этому привело мы не знаем вот но можно там делать мемы и троллить его да можно поддержать его чисто по-человечески мне кажется мне кажется нужно это сделать платформа тяжелый сложный фильм но метод же понравился мне он не показался сложным и не показался тяжелым мне он показался простым понятным и все такое а что значит ай э твоем нике ай это по-английски значит я м значит есть плс значит я не к ней то есть я есть плс когда выйдешь шоу седокова я не знаю по-моему сегодня вышла версия вышла вышла серия с киев стоунером наверно через недельку со мной будет ты говорил что кроссы в конце апреля да мы закончили трек и часто макс мой макс занимается вопросами как его правильно зарелизить эффективно сейчас ведь еще такое время да что вроде как бы люди и онлайн залипают да но все внимание сконцентрировано коронавирусе на всех этих социальных новостях и на музыку на самом деле не так уж много внимания обращено и мне нам приходит там от дистрибьюторов различного рода письма и говорят что стримы снижаются несмотря на то что люди онлайн больше но музыки они слушают меньше потому что чаще люди слушают музыку на в машине в дороге еще где-то люди сидят дома и просто дома по кругу слушать музыку видимо не та тема как думаешь реально ли будет отличаться сильно цифры прослушивания если засветишь трек до релиза не знаю мне нравится показывать демки то есть мои друзья не всегда знаю что этом готовлю я показываю треки на разные стадии смотрю на реакцию вот я бы skype показывал то вам но я не знаю когда работает то есть реально может показал кусок и людям уже не интереснее там это всем интересно один раз послушать два или три потом они не будем не знаю сколько раз был в беларуси несколько раз был подрагни не соскучились бабич ты соскучился подрагни подрагни соскучился бабич не соскучился он не захотел с нами ехать мы говорили драгни поехали в красный дар он говорит нет да скучаем конечно по пацанам очень классные ребята и помашем и реку и по диме по всем на зимой да периодически списываемся созваниваемся где тебя можно встретить краснодаре в нормальном режиме жизни я живу в центре и очень часто в центре гуляю пешком был в украине был очень давно в 90-то первый раз в седьмом году и потом народе начали нулевых помнишь работал финансов 7 наизусть нет с оути или плоти будет трек с оути есть демка с дэнни практически не общаемся ну типа как-то у меня своя жизнь на своя томск обязательно приеду когда-нибудь концертом тому первому даешь послушать новые песни кому-то из друзей кофе все за напиток капучино как тебя можно заинтересовать своими треками сделать интересный трек почему-нибудь больше совместных треков с максом вы не дружите же да я не знаю может быть и будет нет на связи хотел бы в узбекистане дать концерт хотел бы везде дать концерт общайтесь максимум свободой общаемся как каждый день нет не общаемся периодически общаемся твоя любимая настольная игра монополия просто единственная игра в которую игра нет еще у хайда есть клёвая игра она называется я забыл как она называется но клёвая на перенесенные концерты со старыми билетами идти да все старые билеты они активны на новые концерты бутылочка любимая настольная игра да игорь игорь for ways music давай выйдем с тобой прямой эфир и ты расскажешь как проходит карантин в венгрии буду пеште есть кайф скинь заявку я думаю людям интересно ребят вам интересно послушать как проходит карантин в другой стране сейчас я попробую кинуть заявку кресу и гореша давай сделаем прямой эфир совместным выйти в прямой эфир нажал я памперс ребенку меня отлично покажи как это делать давай мануал людям очень интересно узнать давайте кстати если есть люди из других стран давайте обсудим как у вас там дела обстоят ожидания фуэй из music написано когда женишься хочется увидеть его избранницу да я тоже вот уже хочется видеть привет котенок как дела по сути то зарос видишь да ну что игорь игорь живет ну каран гриф будапеште вот короче что у нас все плохо ну как у нас по сравнению с другой европой все хорошо там две тысячи пятьсот левших но это ни о чем не говорит просто у нас страна мало тестов довольно делает вот и короче получается так что говорят на 3 мая будет пик ну типа как в италии только попроще вот ну в общем государство помогает на самом деле денег дают кредиты беспроцентные дают потом бизнесу просто так денег дают и отменяют всякие медицинские там страховки в общем это оплачивать но куча магазинов закрыта в общем ну если ты помнишь будапеште количество туристов ну короче прикинь сейчас ну ты в центре вот сейчас еще ты можешь найти но где-то неделю назад по центру идешь прикинет на набережной уже два человека быть ну на всей смысле на десяти километров вот и очень много велосипедистов стало потому что спортом разрешают заниматься но короче с точки зрения бизнеса и денег все очень плохо туризм весь умер а я как бы занимаюсь airbnb всеми этими делами в общем у меня за этот месяц было ноль как бы сдачи я заработал ноль евро в этом месяце чистых денег вот поэтому как бы прикольно вот все фесты короче по отменяли все музыкальное что все по приезжали все отменяют куча дают онлайн концертов очень много из италии стримят там всяких разных и короче причем ну все делают что можно бесплатно ну короче я не знаю я просто в россии общаюсь в основном с родителями сейчас мне кажется в принципе то же самое просто в россии есть вот я не знаю я просто новости смотрю не знаю правда это или нет что там в москве когда жизнь была что там ну в метро какие-то столкновения людей но я имею ввиду что их очень много было и там кучу всего разнесли вот но в целом я думаю честно говоря то же самое просто здесь государство бабла больше дает а так ну все также сидят светроят нервничают депрессуют потому что я вот например только на террасе гуляю и могу выйти раз в неделю там за ну и потому что раз в неделю каждый день ну нет у нас доставки есть такие типа ты заходишь в магазин доставляешь эти машина привозит но часто как все кинулись слишком много заявок и короче получается что не вариант то есть тебе нужно ты заказываешь как бы ты должен в магазин поехать и забрать проблем нету то есть тебе никакие там не нужно как эти qr-коды там у нас такого вообще ничего нет потому что народ в принципе но я не могу сказать что он очень сознательный но лучше ну короче как сказать я думал будет хуже то есть я думал что нас все вообще забьют как бы болтнет нет но на островах например но у нас между буда и пеш там есть пара островов где люди залипают то есть там типа парки там полицейские гоняют то есть если тебя больше чем три человека то они прям подходят разгоняя если с первого раза не понимаешь тему год вообще штраф паять как бы ну не прикольно и вот наш премьер-министр но он как типа путин light версия то есть он типа против евросоюза такой знаешь жесткий парень вот и он сделал последние две недели бесплатный паркинг в центре это самое тупое решение которое можно было сделать короче до этого город был просто пустой вот прикинь ты гуляешь по седьмому району там где все руб руин пабы вот эта история чувак вообще никого вот просто нет людей то есть ну очень круто клипы там снимать такие вот вещи и он когда за бесплатный паркинг короче все ринулись ну тачки свои покидали естественно ну народу по прибавилось вот зачем это я вообще вот это как в краснодаре было мне тоже интересно узнать что там на вертеле потому что в принципе блин у нас мне кажется очень много где скрыться можно людей полно всяких дач там так далее по что тут будапеште ну ты сам понимаешь я сижу на райончике попиваю кофеек и много кушаю как ты видишь и все понятно понятно у нас реально я дальше квартала тут не хожу поэтому даже не знаю что в городе происходит но говорят вроде и штрафуют ну точнее не то что прям жестко штрафуют но отправляют домой так сказать людей где вы бабло берете у нас вот вопрос насущный венгрии где денег взять я не знаю пока есть еще скоро закончится у меня тоже пока есть но как бы очень хочется чтобы все это быстро закончилось не ну люди конечно многие я я не представляю все как что что сейчас происходит в семьях да где там дети и люди потеряли работу реально потеряли ладно я это по сути один да и окей а вот люди у которых ответственность других людей еще за детей и все остальное у которых кредиты которые надо выплачивать слушай ну я думаю все равно бабла дадут как бы больше я так понял что в россии ну там бюджете заложено немножко у нас все что связано с семьей все помогают конечно сильно но чувак у нас 10 миллионов страна поэтому у нас не мог не помогать вот я думаю что все равно чё тут должны дать потому что так долго быть не может но есть очень хорошие новости в куче стран евросоюза уже все постепенно становится проще но могу тебя сразу сказать что увидимся мы наверное в следующем году а потому что туризм вряд ли будет открыть все остальное постепенно то есть но я вот например если хочу я уже кофеек купить до этого это было сложно очень сделать также короче вот такие вот пироги надеюсь что на следующий сидит ты все-таки к нам заедешь я тоже очень надеюсь ну все давай общайся спасибо тебе за инфо ниночки у меня тут покажи памперсы не-не-не-не-не-не-не ты что это все давай людям я как-нибудь соберусь пока вот такая ситуация в венгрии происходит такие дела чё еще расскажете вернулся к вам тут вопросики есть дальше можно поотвечать что из классической литературы тебе нравится мне очень нравится федор михалыч достоевский ответил как листать можно листать эти вопросы просто нет нет нельзя походу какие планы на день через полчаса потянутся ребята кое-что запишем потом репетиция все плана больше нет привет я сняла свой клик на твою песню на вылет оценишь скидывай три березы закрыли совсем вообще навсегда слышал о адренохроме да конечно кто не слышал ну слушайте я не исключаю что такая ситуация возможно да ужасно жуткая но я не думаю что это настолько массово вот эти все там пицца гейты еще что то еще что то еще что то ну типа мы живем в эпоху социальных сетей когда там кто-то где-то пукнул весь мир уже об этом знает если бы такие звезды как там том хэнкс или кого там к этому приплетать были в этом замешаны я думаю это бы все уже давным-давно взорвалось очень сильно пока что насколько я понимаю никаких доказательств и подтверждения этому нету поэтому я думаю это просто еще одна конспирологическая теория которая сейчас то время когда у людей появилось дофига свободного времени чтобы заняться уголок и дерьмом особо активно обсуждается вот еще важный момент типа вот знаете что важно в этой ситуации важно проверять источники то есть на видео на разных да где там рассказывают что билл гейтс там призывает вакцинировать людей с целью сокращения населения да на них там миллионы просмотров тогда как на том выступлении на тэд где билл гейтс говорил о вакцинации в связи с сокращением прироста населения там относительно немного просмотров а он говорил о том что в бедных странах очень высокий уровень рождаемости из-за этого очень высокая плотность населения из-за этого ресурсов не хватает и поэтому население в жопе а вот очень высокий уровень рождаемости из-за того что родители но очень высокая смертность среди детей из-за банальных каких-то болезней с которыми развитое общество европейское уже давным-давно справилась там не знаю дизентерия вододиареи где от диареи убирают дети мы просто идем в аптеку покупаем лекарства там дети умирают из-за этого чтобы там хотя бы один или два ребенка дожили до совершенно до взрослого возраста люди рожают по 10 детей это создает перенаселение и он говорит о том что нужно вакцинировать детей чтобы снизить смертность этих детей чтобы у родителей не было необходимости рожать десятерых чтобы они ограничивались как в западном мире там одним двумя тремя детьми то есть он в этом контексте говорила сокращение населения понимаете а это все перевернули так не сокращение населения от сокращение прироста населения вот куда тебе можно скинуть свой альбом чтобы ты послушала с ним прости пожалуйста никуда нужно не скидывать ваши альбома чтобы я послушала и оценил потому что я не хочу брать на себя ответственность за то чтобы оценивать ваше творчество как относишься к флешмобам интернете совершенно ровно китай все время грамотно проводил политику по контролю прироста и справились успешно ну вода китай тоже перенаселение как бы там экономика зато растет привет 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 здравствуйте тамбов пока конкретных планов нет но хотелось бы с игорем общаетесь каким игорем вы сейчас в отношениях с кем где проводишь карантин в студии забросил тик ток я не знаю что снимать тик ток типа я не тик токер мне нравится музыку делать они тик ток снимать танцы должен придумывать еще что-то не знаю илья с брата мы с тобой по фейстайну можем пообщаться здравствуйте здравствуйте как алине чуть относишься с большой любовью приезжая во владивосток сейчас не могу извини смотрел ли карантин и онлайн-трансляции какие-то смотрел самоизоляция уже канает нормально канает не помню же келетом планируешь концерт пока ничего не планирует в теории хотел бы поучаствовать в проекте на выживание типа последнего героя вы общаетесь максимом свободой третий раз кажется отвечаю за эфир на этот вопрос периодически общаемся приедешь в ростов после карантина с кайфом навещу пацанов молоко плюс алла а почему не выкладываешь новинки ребят с песен некоторых выкладываю я объясню в общем я чё понял про провел такой анализ небольшой люди подписчики сейчас очень плохо реагируют на рекламу то есть когда видит какой-то рекламный промо материал они пролистывают это и все из-за этого инстаграм алгоритм решает что это неинтересный контент stories и там не знаю какой-то уровень падает и падают охваты очень сильно из-за этого поэтому я всех кто там просит меня поддержать проектом или еще что-то не скидывайте мне промо запишите просто видео да там и серии салют я там это там не знаю кто тим гринберг ловите мой новый трек вот здесь там бла-бла-бла и на такое лучше реагируют люди они просто на картинку с обложкой да и там этим это просто банальная статистика я смотрел вот и поэтому я прошу сразу сказал всем кто просит что-то выложить потому что снимите видео просто хотя бы что-то интересное креативное просто на фронталку потому что очень жестко падает статистика в инсте из-за рекламы других треков других людей какую супер способность ты бы хотел иметь я бы хотел иметь суперспособность помощью которой я мог бы слушать свои треки как будто не я их написала как бы со стороны последний фильм который я смотрел платформа ты грани приедешь пензу когда-нибудь приеду в пензу когда проект с диджеем мегом за семнашкой не слежу нет фаворитов не интересно ну то есть я уверен что там все очень круто но батл рэп мне сейчас не очень интересен очень интересно за окном происходит лестница сейчас кто-то полезет и понятия не имею что происходит захват какой-то очень очень медленно если это захват просто кто-то подкинул лестницу к окну сейчас посмотрим к чему тут все время там куда чувак что-то измеряет если бы не музыка чем занимался музыкой если бы дека бы вот это все не работает я лезу где-то вы давно знакомы с чусь года с 2011-2012 что-то такое планируется ли какие-нибудь новые лирические треки конечно альбом планируется ребята чё я же рассказывал альбом будет будет интересная песня ну и кстати этот альбом слушаем он конечно в корне отличается от предыдущих релизов то есть по звучанию по посылу и когда очень сильно отличается от черного флага когда я уже отвечал на этот вопрос истории а ты еще в блэкстар я никогда не был блэкстар чё за вопросы фанаты да уже в окна левый согласен привет когда трек сгорает все-таки дропни дропните как мы его сведем вот возможно прям очень скоро скорее всего очень скоро к верой с интересом слушай самоизоляция хорошо нужно ли в этой ситуации с вирусом до самоизоляция очень важно наушниками чтобы я вас слышал и когда добавляю кого-то в прямой эфир чтобы я его слышал и чтобы не слышал запутался во сколько лет понял что музыка это твой путь по жизни я начал заниматься музыка очень давно но так не то что понял скорее определился что хочу на этим заниматься прям профессионально 24 на 7 это было вместе с стартом написания альбома восход то есть году 2015-16 черный наушники не нашел прикиньте где-то в студии положил чтобы не потерять помнила тусы или еще что-то где-то лежали вот так положу вот сюда вот и все больше не малифут больше акустика или если будет новый сезон песни ты бы хотел поучаствовать зачем по нескольку раз ходить на одни те же шоу восход классный альбом спасибо большое какой майк использую при записи треков у нас микрофон адк чё там кастом вена шоп какая-то такая штука как относитесь к своим фан-артам с кайфом это проявление любви людей к тому что ты делаешь и я это очень ценю смотрите вон висят фан-арты девушки которых ты поешь своих песнях знает что это о них знаете с чем я сталкивался девушки которых я пою свои песни зачастую бывают одними из первыми послушали эти демки и они не вдупляют что это они ну или не палится хотелось бы увидеть тебя в качестве актера кино приглашали хотелось бы мне бы было интересно на мне было интересно пока не приглашали на микро что-то сложно достаточно смотришь птушкина это кто птушкин салют твоим немецким друзьям прикинь сегодня в моем сне блин с тобой подругой сидели в баре пили кальян курили творчество болтали к нарушаем самизоляции наличие привет я уже передавал вам привет ну вон бандарчук причем бандарчук чё за тема с бандарчуком кто-нибудь объясните мне кто там сзади бабич это не бандарчук это бабич когда планируются новые треки и снова здравствуй бабич окно открой бабичу привет от сестры сестре привет от бабича до бабич просыпать по утрам тренируется как относишься к ивлеевой нормально молодец девушка двигается ну типа я бы не стал прямо на эфире губу прокалывать но она молодец софа с бабичем вместе или нет они всегда вместе навсегда папа по отдельности ты знаком с гуфом пару раз пересекались я не знаю человеку знал вопрос отзовись прошу прощения но кто такой бабич сделаешь дуй на битву за хайп симиком что смысле игра в кино уверен то очень естественным и искренним возможно всем машу да всем привет привет как отреагировал на поступок гуфа на какой из поступков гуфа сколько книг за всю жизнь читал не считал стараюсь читать постоянно серед как тебе крит на семнашке красавчик крит молодец работает пацан какой у тебя рост метр семьдесят три недавно постела мысль что было бы хереть интересно увидеть тебя в роли продюсер на третьем сезоне песен что будет если 30 не снимут карантин карантин продолжится какую книгу можешь посоветовать я делал пост где советовал книги фильмы и сериала от мотай назад там вот так вот рука нарисована там все есть вам был busy красава сто процентов бабич на джонни деба похож точно тебе очень идет белый бомбер какой сколько тебе лет 33 какая любимая книга нет списков не составляю рейтинги будет еще акустический в москве если переживем карантин хотел бы шоу что было дальше да мне кайф его смотреть а там весело наверно в студии да я студии во сколько лет набил свое первое тату это было две тысячи девятом году привет из краснодара и тебе привет от краснодара кого сейчас слушаешь чаще всего к сожалению чаще всего сейчас слушаю себя потому что работаю над новыми песнями вот общаешься с ребятами из песен я отвечал на этот вопрос сегодня уже раз не знаю сколько с кем-то общаемся с кем-то не общаемся по-разному почему всех это так волнует я не понимаю хотел бы побывать у тебя мне было бы интересно с юрием пообщаться не обязательно нашел он типа шоу дало бы какой-то большой хайк новую аудиторию так далее она кажется сам он сам по себе это достаточно интересный чувак и с ним есть чем поговорить концерт поддержку оксимирона по поддержке хаски оксимирона но и заебаться ты в конце вышел на сцену как тебя была атмосфера атмосфера была очень крутая и было очень круто что артисты проявили такую солидарность там нужно найти пультик такой и сигнализацию отключить я надеюсь что тур в этом году получится сделать но час карантином непонятно совсем в какой комнате находишься нахожусь в комнате как тебе объяснить какой большой любимый напиток вода и кофе хороший был эфир за двором спасибо понравилось на женском стендапе да женский стендап классная штука девчонки молодцы и очень круто севастополь классный город с кем бы ты хотел фитону больше всех с джоном ленноном общаешься с людьми которые тебе помогали до популярности конечно кофе с молоком это второй раз отвечаю на вопрос кто качественно бьет тату в краснодаре несмотря какой стиль тебе нужен по реализму мне нравится макс прима если чекана то братья дракона когда во владивосток я в душе не ебу когда я поеду во владивосток ребят когда я поеду в пензу когда я поеду в самару я не знаю когда из дома мог смогу на улицу выйти просто дальше чем на квартал чё за вопросом будет совместка с драгнем возможно сохранишь эфир надо кто их пересматривает и все эти длинные часовые эфиры какие сигареты куришь не скажу иначе это будет реклама а курение это бред очень хорошие посоветую общаешься с реваншем очень давно от него ничего не слышно да это еще также очень давно не слышал реванса реванша ты участвовал в кулинарном шоу один раз участвовал в кулинарном шоу понравилось был интересный опыт я просто решил попробовать никогда до этого не участвовал такива или коньяк не то ни другое а соска что у вас будет а что он составил реванш альбом вроде вышел на меня ход говорят я не в курсе это советует триллер какой-нибудь будут платформу посмотрите новый материал когда новый материал когда не когда закончим всем правда привет из австралии привет австралия как у вас там карантин проходит расскажите расскажешь может добавишься в эфир мне интересно чего австралии нет не хочет человек из австралии как познакомился с элдома какая подъем продакшену тебе нравится мне нравится в целом продакшен дима познакомились мы очень давно нас познакомил ваня у кити это было да не помню году на работе пищи может какой-нибудь тринадцатом четырнадцатом не знаю давно роутон или доширак доширак сто процентов эрик продолжает готовить блинчики нет эрик продолжает не мыть за собой посуду не убирать в студии блокстар или мальфа вы серьезно эти вопросы задаете блокстар или мальфа что меня за меня несколько своих жизненных принципов которых я стараюсь стараешься придерживаться всегда я всегда стараюсь быть честным в первую очередь собой с окружающими я не умею врать и не получается и быть главный принцип дошир ван лав согласен для вас важна разница возрасте в отношениях вообще про возрасту я не знаю сколько лет большинство из моих друзей примерно что думаешь о басте баста крутой уважение сколько мастерка стоит или что это адик просто готовка не не помню сколько стоит давно покупал у тебя пропуск есть нет у меня нет пропуска потому что я безработный куда мне ездить у меня студия здесь работаю здесь валя ильшанская привет валя как дела какой вид спорта больше нравится нравится баскетбол и сноуборд динамы к чувствует шесть двадцать семь лет я не знаю сколько лет чуть серьезно если про сами изоляцию еще не назрела из изменилась ли твоя жизнь после песни тнт конечно сто процентов на чё живешь тогда ну что-то кидался насеком серёжа про из солнечного краснодара я сам нахожусь в солнечном краснодаре я живу в солнечном краснодаре это мой родной город так вот мы регулярно в краснодаре когда есть возможность даем открытые концерты влияет ли на создание материала самоизоляция ну в некоторой степени я не могу сказать что моя жизнь как-то сильно отличалась до самоизоляции до то есть я точно так же большую часть времени проводил в студии дома вот просто можно было куда-то еще выдвинуться с кем-то увидеться что-то поделать куда-то съездить концерт дать денег заработать еще что-то а сейчас всего этого нет самый лучший день из жизни яркое событие каждый день может быть лучшим смотря как ты к этому подходишь лиза как считаешь какой твой самый сильный навык я не умею оценивать свои навыки ждать версии трека модель поведения стоим куплетом сто процентов мы записали сейчас сводим смотрел гарри поттера нравится ты вселенная блин я смотрел гарри поттера типа это прикольно но просто я уже был слишком старый для этого все выходило и стало популярным за шавуху в таврополе спасибо ой в севастополе в баскет парке галицкого с кайфом с кем бы из певиц хотел фит с елкой хотел бы сделать песню какой свой трек считаешь самым сильным ну скажем так не то что самым сильным но тем треком который на сегодняшний день максимально выражает мою какую-то жизненную позицию я считаю трек как угодно узнаю для тебя на улице часто просят фоткаться да узнаю да фоткаться просят хотел ого авария прикиньте только что слышали звук приехали кто кого вот так вот кто виноват поправ интересная жизнь на моих глазах вот буквально вот что для битов да и плана ребят сейчас переедут записывать ребята кое че вот и я пойду спасибо вам что скрасили мой досуг спасибо что были нет варя не попадал пойду это работать ворок ворок во